Ничего не знали, никакого отношения к компромату не имеем. Лидеры демократов теперь пытаются всячески откреститься от скандального досье, которое спонсировал штаб Хиллари Клинтон, и которое бросает тень на всю партию накануне промежуточных выборов в Конгресс. Поскольку сама бывшая кандидат в президенты затаилась и не выходит на связь с журналистами, объясняться приходится ее соратникам-демократам. Как отмечает New York Times, пресс-секретарь Национального комитета демократической партии попытался дистанцировать партию от обвинений, отметив, что ее нынешний председатель Том Перес был избран уже после президентских выборов в прошлом году. Он и его команда не взаимодействовали с компанией Fusion GPS. Этой компанией штаб Клинтон и платил деньги за досье, в котором без каких-либо доказательств утверждается, что Трамп действует в интересах Кремля, поскольку у Москвы якобы есть некий компромат на президента США. Причем составлять досье начали еще за 7 месяцев до выборов и по инициативе республиканцев. Уже потом идею переняли демократы. Ведущий Fox News в интервью с Дональдом Трампом напрямую спросил, известен ли ему первоначальный заказчик. Думаю, я знаю, кто это, но пускай они сами выясняют. Они со временем также выяснят, как это произошло. Не забывайте, Хилари Клинтон отрицала все это, утверждала, что она ничего не знала. Ничего, и вдруг они узнают это. Меня поразило то, что они заплатили 6 миллионов долларов, а досье полностью дискредитировало себя, оказалось абсолютной фальшивкой. Я называю это фейковой новостью. Это позор. Позор. Думаю, Клинтон могла бы использовать свое любимое слово «изобличено», которое так подходит к этому досье. Оно изобличено. А тогда, как я понимаю, она говорила, что все нормально, это оппозиционное исследование, обычное оппозиционное исследование. Все это очень интересно. Они все отрицали. Ее собственные люди все отрицали. Все все отрицали. А теперь они мечутся туда-сюда, пытаясь понять, что им теперь говорить. Но я всегда говорил, что демократы таким образом оправдывались за проигрыш на выборах. И именно так оно и было. Теперь республиканцы умело используют ситуацию, требуют наказать демократов и лично Клинтон. На американских каналах, которые всегда были политически ангажированными, разворачиваются настоящие битвы, словесные. На Фокс призывают прекратить расследование о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Давайте, наконец, перестанем использовать слово «вмешательство». Теперь мы имеем свидетельство диверсии, саботажа политической системы. Демократы, участники компании Клинтон, использовали всю эту историю, чтобы подорвать доверие к Трампу и демократии в Америке. Это шокирующая история. Телеганалу СНН, который наиболее рьяно разжигал антироссийскую истерию, теперь приходится выкручиваться из неловкой ситуации. Эксперты в области финансов еще должны отследить транзакции и установить, кто за все это отвечает. Но в целом, я считаю, неважно, кто платил за это тассе. Трамп тоже не без греха убеждает СНН, раскручивая новую историю. Якобы работавшая на президента компания связывалась с Викиликс, чтобы обнародовать письма, компрометирующие Клинтон. Основатель организации Джулиан Ассанж дал эксклюзивное интервью Владимиру Познеру. Целиком оно выйдет в эфир в следующий понедельник. Вот как Ассанж отозвался о Клинтон. Она проиграла выборы Дональду Трампу. Это было сокрушительное поражение. Она также проиграла выборы Бараку Обаме, малоизвестному сенатору. Вокруг нее сплотились определенные силы, которые она хочет удержать. Как хочет удержать и свое лидерство в демократической партии. По моему мнению, она отчаянно стремится снять с себя ответственность за собственную некомпетентность. Свою некомпетентность и, в конечном итоге, непопулярность. Известно, что компромат на Трампа собирал бывший британский разведчик Кристофер Стилл. Правда, после того, как его имя всплыло в прессе, британец словно растворился. Покинул свой дом в Лондоне и отключил телефон. Через несколько месяцев в британской прессе появилось его короткое и на сегодня единственное заявление журналистам. Я сейчас собираюсь сфокусироваться на поддержке интересов нашей компании здесь. Я бы хотел поблагодарить всех, кто поддерживал меня последние недели. Просто добавлю, что больше не буду делать никаких заявлений и не буду давать никаких комментариев. Кристофер Стилл приезжал в Вашингтон этим летом, чтобы дать показания Роберту Мюллеру, спецпрокурору, который ведет расследование о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Поездка эта, судя по всему, держалась в секрете. Американские журналисты узнали о ней только в этом месяце, благодаря своим источникам. Кстати, само скандальное досье, как сообщает агентство Reuters, тоже приобщено к материалам дела. Дональд Трамп накануне назвал разоблачение Клинтон настоящим позором для демократов и заявил, что США было бы неплохо, наконец, поладить с Россией. Но в Вашингтоне много тех, кто так не считает. А потому, как полагают аналитики, президенту стоит быть готовым к новым провокациям. Юлия Ольховская, Дмитрий Вишневой и Григорий Емельянов. Первый канал. Вашингтон.